Дорогие братья и сестры, приветствую вас субботним днём, а также с именем Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Я очень рад, что мы снова вместе с вами, что мы в этот субботний день, день, который определил Бог для того, чтобы мы имели общение с Ним, а также друг с другом. Я, конечно, перед тем, как мы будем начинать следующую тему, хотел бы обратиться к нашему Богу в молитве для того, чтобы Бог благословил нас на это служение и Духом Своим Святым пребывал среди нас, давал нам истинное правильное разумение, понятие, а также мудрость в познании истин Слова Божия. Для этого давайте мы с обратимся к Господу. Наш добрый небесный Бог, приставший перед тобою это субботнее утро, мы благодарны тебе за жизнь, за здоровье, за милость твою, за охрану, за все твои благословения, славим тебя и величаем. Благодарим за этот день прекрасный, который ты нам даешь, что мы еще живы, здоровы, можем славить имя Тое Святое, потому что ты достоин этого. Также просим тебя в этот день, когда ты приготовил для народа Твоего, для детей Твоих благословения. Господи, излей на каждого из нас Твои благословения, кто в чем нуждается. Просим тебя за тех, кто в болезнях, кто в горе, кто в несчастье. Ты, Господи, исцели, ободри, поддержи каждого. Также просим тебя за всех людей, которые на этой планете, которые еще не знают Тебя, чтобы Ты обратил их лице к себе. Сохрани этот мир, Господи, также от этой пандемии, которой сегодня люди в ужасе, которые люди, Господи, в страхе. Ты, Господь, всевидящий, всезнающий, поэтому просим тебя, чтобы ты каждого из них привел к себе, чтобы он был с уверенностью в ожидании Тебя, чтобы мы надеялись на Тебя, потому что Ты обещал сохранить свой народ от всего недоброго, от болезней. Господи, просим тебя, благослови всех нас. Помоги, Господь, чтобы те истины, которые Ты желаешь, чтобы народ Твой услышал, чтобы они могли быть сказаны Тобою устами человеческими. Поэтому приглашаем Тебя, чтобы Ты излился Духом Твоим Святым на наши сердца, на наш разум, глаза духовные открыл, чтобы многие могли принять истину, жить поистине, а также иметь надежду на встречу с Тобою. Все это мы просим во имя Иисуса Христа. Иисуса Христа услышь молитвы наши. Аминь. Мы с вами продолжаем очередную тему, ту, которую мы вчера уже обговаривали. Это первая ангельская весть. Сегодня у нас будет вторая ангельская весть, тоже очень важная. Да все они три очень важные для спасения людей, потому что эти три вести, три предупреждения, которые Бог через Иоанна написал в книге, в Библии, в Откровении, для того, чтобы предупредить последний народ, который живет в преддверии пришествия Иисуса Христа, чтобы этот народ, он мог подготовиться, правильно жить, правильно поклоняться, правильно служить, а также, чтобы этот народ был сбережен от всего того, что дьявол на этой земле планирует против этого народа. Поэтому мы с вами зачитываем вторую весть, которая записана в книге Откровения, 14 глава. Давайте мы с вами откроем 14 главу. Я буду читать с Иврита, с 8 текста. За ним следовал другой ангел, говоривший, «Пал-пал Вавилон, великая блудница, из-за нее все народы выпьют вино ярости Элохим, вызванной ее блудом». Когда мы читаем в синодальном переводе, здесь записано, «И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал-пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Я думаю, что из этих двух прочитанных текстов и переводов нам очень ясно, что здесь говорил ангел, второй ангел, который следовал за первым ангелом первой вести. Давайте мы с вами, как обычно, будем разбирать поэтапно, что каждое слово собой представляет и что собой определяет. Поэтому переходим к слову «Вавилон». Слово «Пал» это значит «упал», то есть был когда-то на высоте, упал, значит, можно сказать, вот человек упал, да? Что происходит с человеком? То есть его прежнее положение уже не такое, которое было, которое он имел до того, как упал. Слово «упал» значит «он раздробился», значит «он исчез», значит, какое-то у него получилось, ну здесь мы имеем в виду духовное понятие, то, что было построено до того, оно получило разрушение. Вот когда землетрясение происходит, то падают дома. Что происходит с этими домами? Разрушаются. Вот именно в этом случае слово «Пал» именно имеется в виду вот это разрушение. Когда мы с вами говорим о Вавилоне, слово «Вавилон» может не многие понимают, что, я имею в виду, что тех слушателей, которые первый раз слушают. Вавилон. Это древний город Вавилон после того, как, после потопа, когда уже народ снова начал умножаться. Сказано о том, что этот город возник в связи с тем, что там был царь Немрод, царица Семирамида, и в них был сын Фамус. Вот эта история начинается с того времени. Почему Вавилон? Вавилон – это в переводе «врата неба». Они решили построить Вавилонскую башню в связи с тем, что Ною Бог, мы знаем, что Бог заключил с Ноем завет, что больше Бог водою не будет уничтожать этот отступивший мир. Поэтому Бог установил радугу, и радуга на небе говорит о том, что вот этот завет был заключен с Ноем, как символ, но отступнический народ, как обычно, как мы уже говорили, народ всегда отступает от своего Создателя. Они решили, если вдруг Бог надумает еще раз потопить людей водою, то они решили построить Вавилонскую башню. И мы читаем там в бытие, когда они вот это обжигали кирпичи, и там смолой они эти кирпичи обделывали, для того, чтобы вода их не разрушила. И они строили эту башню. Когда они строили эту башню, это было просто безумие. Это был вызов Богу. Они кинули вызов Богу против того, что Бог сказал. Но мы знаем, если Бог сказал, значит Бог так и сделает. Но ихнее неверие вот повлекло за собой вот это. Но кроме этого всего, мы также знаем, что они начали поклоняться Богу Солнца. Они начали поклоняться всем этим планетам. У них стало язычество преобладать. То, что мы знаем, что в язычестве, чему они поклоняются. Они полностью отошли от живого Бога. И смотрите, можно сказать, что ну ладно, мы живем уже в далекое время, как бы эти тысячелетия. Но когда мы говорим о том потомке Ноя, ну вроде бы как недавно был этот потоп, и вот это все произошло. И так люди быстро ушли в неверие и отошли от Бога. И далее мы знаем, что Бог что решил? Решил смешать языки, чтобы они перестали строить эту безумную башню. Но вот именно в этом слове Вавилон заключается не то, что строительство, а то, что был брошен вызов Богу и стало идолопоклонство. То есть они отошли от живого Бога, они отошли от истинного Богопоклонения. Поэтому вот это слово Вавилон вот это обозначает. Почему Вавилон называется великой блудницей? Когда мы с вами читаем в пророчестве о церкви, то мы знаем, что Библия определяет, что если народ или же церковь, которая уходит от своего Создателя, и мы знаем, что в Библии написано о том, что здесь как бы заключен, образно говоря, завет, брачный союз. Ну мы знаем, что церковь это невеста, жених это Христос, но это образно говоря. Так вот, здесь говорится о женщине, о блуднице. И когда мы с вами читаем Библию, здесь сказано о том, что Бог говорит даже народу своему, что вы блудодействуете, выходите к чужим богам. И это ревность Божья. И поэтому здесь выражено в Библии именно народ, а также и церковь в лице блудницы. Но когда мы с вами читаем пророчество, что кроме блудницы есть еще и верная невеста Христа. И когда мы читаем, что в пророчестве сказано, что 1260 лет жена убежала в пустыню, это имеется в виду, что церковь убежала в пустыню, в пустынные места, это во время гонения темного средневековья. Поэтому Библия, она состоит из таких образов, которые нам дают точное определение действий, что касается церкви. Поэтому блудница, жена, которая описана в 17 главе, сидящая на звере, которая была в роскоши одета в порфире и в этом одеянии, в золоте, и которая держала чашу в своих руках, и эта чаша была наполнена мерзостями, то есть лжеучением. Смотрите, и вот этот Вавилон, именно вот эта структура, эта организация, та организация, которая была после Ноя, то государство, можно сказать, которое был центром этот город Вавилон, эта страна, и где они строили эту башню, мы видим, что это была своего рода человеческая организация, и она пала. Почему она пала? Потому что Бог смешал языки, и они стали не понимать друг друга, и они оставили это дело, и разошлись по всей земле, то есть племенами порасходились, на этом все закончилось, то есть произошло великое падение. Вот так же само в Библии, оно имеет как бы прообразное значение в параллельном понятии, что так же само религиозный Вавилон, который созидается сегодня в последнее время, придет время, и точно так же он падет, то есть он разрушится то, что они сегодня созидают. Вы только посмотрите, что сегодня происходит в религиозном мире. Сегодня в религиозном мире происходит экоммунизм, то есть это тот же самый Вавилон, Содружество, договорились, давайте будем строить. Вот этот экоммунизм, он как бы в том же понятии, что они хотят построить. Они хотят построить одну религию, чтобы все народы были в этой одной религии, и чтобы каждого народа, как бы вот эта религия, она не ущемляла, но это получилось вот это смешание. То есть Вавилон это смешание всего, то есть истины, лжи и тому подобное. Поэтому экоммунизм, оно именно олицетворяет вот этот Вавилон, который был в то время. И Бог именно через Писание нам как бы предоставляет образно, что происходило тогда, и что происходит и будет происходить в настоящее время. Поэтому этот ангел, который летел среди неба, он говорил, «Пал, пал Вавилон, великая блудница!» Поэтому из-за нее все народы выпьют вино ярости, Элохим, то есть Бога, вызванной ее блудом. Почему ангел объявил, что народ выпьет вино ярости, а в синодальнем переводе написано, «Потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Итак, мы видим, что один перевод, другой перевод, можно сказать, что дополняет один другого. Вот эта великая блудница, которая сидящая на звере, имеющая вот эту чашу золотую, золотая чаша, она символизирует, как бы, обвертку. Она символизирует Библию, якобы, Слово Божье, но внутри оно наполнено вот этими мерзостями. То есть мы видим, что вот эти все религиозные структуры, они все базируются на чем? На Слове Божьем, на Иисусе Христе, на Боге. Вроде бы нормальная чистота вот этого золотого учения. Но что внутри там, в этой чаше, то есть что внутри в этом учении, вот там находится мерзость, та, которая описана, что в этой чаше у этой блудницы, сидящей на звере. Давайте мы с вами порассуждаем. Почему ангел предупреждает народ на земле, что этот народ, который будет в числе Вавилона, напоенный вот этим вином блуда, фактически мы видим, что этот народ будет уничтожен, потому что, как сказано, вызванная ее блудом и вином ярости Элохим. Когда мы читаем в Библии, мы читаем о том, пророчество, когда сказано о виноградных грозьях, что брось их вточило, и для того, чтобы этот виноград, как говорится, перетоптать, чтобы тек сок, образно говоря, это кровь, так же само поступит Бог с этим народом, который отступил от истины. Вот это вторая, второй ангел, вторая ангельская весть предупреждает весь мир, что наступит такое время, когда весь мир станет Вавилоном, и когда Бог свою ярость вылит именно на этот Вавилон и на разрушение, нападение вот этого Вавилона, этой структуры объединения. Ну, подумаем, ну, вылит так вылит, а что нас касается народа Божьего? Давайте мы с вами все-таки будем заглядывать более глубоко в это рассуждение и дадим определение. Почему-то каждое вероучение, каждое течение думает, что Вавилон это кто-то где-то. Обычно свойственно понимать, что Вавилон это римо-католическая церковь, что вот она отступница, и вот в таком смысле. Ну, а там уже к ней приписывают и православие, и дальше уже многие там приписывают еще кого-то. Но каждый себя не видит, и каждый думает, что Вавилон это одни. Вот когда мы с вами рассуждаем, я обычно вот говорю сейчас именно к трем этим сестрам. АСД, АСД, РД, а также и верные, свободные, там ВЦС, ПС, у них там целое вот такое, их название даже не запоминается. Короче, шелковцы. Вот это три сестрицы. Вот эти три сестрицы, они всегда показывают пальцем на кого-то, что они вышли из Вавилона. Вот, например, РД, АСД, они указывают пальцем на то, что вот эти адвентисты, это Вавилон. Почему? Потому что они якобы там вот то-то, то-то не исполняют, они отступили, и мы от них откалываемся, мы будем реформационным движением, мы будем истиной. Шелковцы тоже откололись. Ну, я понимаю, были веские причины для того, чтобы вот этот был раскол. Да, я понимаю. Но, когда мы указываем пальцем, что кто-то Вавилон, а я вот святость, тогда давайте мы разберемся. Или же шелковцы не Вавилон, или же РД не Вавилон. Ладно, пусть будет АСД Вавилон. Кто из вас не Вавилон? Теперь же надо РД показывать на шелковцев, что там тоже Вавилон, потому что там есть отступление по поводу священства, первосвященства и других моментов. А уже когда шелковцы будут показывать на этих, то они тоже. То есть мы видим, что они находят друг друга и дают определение, что они являются кто-то Вавилоном, а они лично являются святыми и непорочными. Давайте мы вот такое свое личное, субъективное понятие отложим в сторону и глазами трезвыми, глазами, которые наполнены Духом Божьим, который Бог сегодня хочет нам открыть истину и показать нашу наготу, та, которая написана в 3 главе книги Откровения о Лайдикийском периоде. Там сказано о том, что ты нищ, слеп и наг. Поэтому, когда мы хотим сказать, что кто-то что-то, мы должны посмотреть на себя и сказать словами Господа Иисуса Христа. Когда мы с вами начинаем рассуждать, что же такое Вавилон, Вавилон, конечно, это отступление от истины, отступление от истинного Бога, потому что мы знаем, что Бог, Ноя, нашел благоугодных в очах Божьих, через которые он спас также и семью, восемь этих душ, которые были спасены, потому что Ной был праведным в очах Божьих. Он правильно поклонялся, он правильно служил, он правильным был патриархом в своей семье, он правильно возносил жертвы за свою семью. Мы знаем, что в патриархальный час священником был в семье, каждый глава семьи. И Бог, увидев его праведность среди того развращенного мира, он решил их спасти. Так вот, когда мы видим, что те вавилоняне, которые отошли, они отошли от понятий и учения ихнего дедушки Ноя, который правильно служил Богу, они себе начали избирать других богов. Когда мы читаем историю об Вавилоне, мы знаем, что там они дошли до того, что уже поклонялись Немроду, ихнему царю. Когда царь Немрод умер, то мы знаем, какую фальсификацию сделала царица Семирамида для того, чтобы удержаться на престоле того времени в Вавилонии. она придумала вот такую версию, что ее муж Немрод, он стал Богом. Он был вознесен на небо, и он стал Богом Солнца. Поэтому с Вавилонией и поклонение именно вот этому божеству, Богу Солнца. Тогда это было в лице Немрода, потом в другие названия, египетские и разные названия этому Богу Солнца. Но для того, чтобы сохранить себе престол, Семирамида придумала историю, что она родит сына от этого Бога Солнца, потому что произошло вот такое сверхъестественное зачатие посредством луча Солнца, и она забеременела и родила себе Фомуза, сына. Потом мы знаем историю, что Фомуз, он был растерзан диким кабаном, и каждый раз весной он как бы возрождался. И вот все это история, которая вошла с этого язычества в христианство до сего времени. Поклонение Богу Солнца, поклонение Семирамиде, Матери Неба, то, что сегодня уже Мария является Царицей и Мать Неба. Также вот этот Фомуз, этот сын этой Матери, это как Иисус Христос, то есть все, оно все налаживается одно на другое, и вот так и слепили вот такую вавилонскую религию. Посредством того, что они поклонялись Богу Солнца, а Богу Солнца они поклонялись в первый день недели. Сегодня мы тоже видим, как оно перешло, то есть дало отпечаток. Сегодня весь христианский мир поклоняется в первый день недели, в воскресенье, в честь воскресения Иисуса Христа. То есть мы видим, как оно трансформировалось и как оно налаживало свои отпечатки, и вот это язычество вошло именно в христианство, в современное христианство. Но чтобы нам понять вот эту всю вавилонскую ересь, которую они отошли от Бога, которую они отвергли живого истинного Бога и придумали себе иного Бога, то мы должны с вами на основании ихнего вот этого духовного упадка зеркала Вавилонии увидеть себя современных христиан. Не являемся ли мы частицей этого Вавилона, втянутой в вот эту ересь Бога отступничества? Потому что мы сегодня как христиане, и именно вот этих три сестрицы, которые вышли из этого течения АСД, то есть вот составляющие троих, мы сегодня между нами, мы показываем пальцами, что кто-то является Вавилоном. Но фактически, давайте мы с вами разберемся, являются ли они Вавилоном. Смотрите, когда мы, например, возьмем движение АСД, РД, когда мы с вами начинаем изучать вот то богословие, которое вошло в это движение, мы видим, что так же, как в Вавилонии они поклонялись Немроду, Семирамиде и Фомузу. У них была Троица, Троица Божественной Семьи. И когда мы сегодня уже знаем, что вот это язычество, которое вошло в христианство в 325 году на Никее, тоже это же самое, это же оно же тянется, и за этим всем стоит автор. Понимаете, вот этот автор, этот Сатана, который вот именно извращает вот это учение о правильном богопоклонении, и он привносит то вавилонское учение, которое было еще тогда, в те времена. Когда мы сегодня рассматриваем себя в свете этого всего, как я уже говорил с РД, АСД, то мы видим, что вот эти люди, которые якобы, реформационное движение отошло от этих отступников адвентистов, но задается вопрос, вы же приняли тоже вот эту троицу, троицу учения древнего Вавилона, Немрода, Семирамида и Фомуза, только сегодня у вас Отец, Сын и Святой Дух. То же самое, только перефразирование, которое не подтверждается Библией. Так же само вот эта матушка АСД, которая приняла первое вот именно вот это еретическое учение в свое как бы церковное лоно учение доктринальное. Итак, если говорить, что РД говорит, что АСД это Вавилон, это просто вы оба являетесь этими отступниками, которые исповедуете вот это вавилонское учение о Троице, которое представлено в Вавилоне вот этой семьей, которая сделала из себя Бога и Мать Неба, то есть Царица и этот Фомуз, их сын, который возрождается каждую весну. И мы знаем, что сегодня тоже скоро через неделю будет именно вот это возрождение весеннее, но конечно это его перенесли якобы под этими числами на воскресение Иисуса Христа, то есть воскрешается природа, так же само Фомуз, тоже воскрешение было, обновление этого Фомуза. Вот видите, вы читаете эту историю, оно имеет очень тесную связь. поэтому когда мы на именно вот на этой второй версии, которая говорит ангел, трехангельской этот клич, вторая ангельская весть, мы видим, что здесь ангел говорит о том, чтобы мы поняли, что кто является Вавилоном и кто падет и кто является дочерью этой великой блудницы. Мы знаем, что дочь великой блудницы это дочь, это все те, которые имеют учение своей матери, а мать всего христианства это римно-католическая церковь. Как бы не хотели все отталкиваться от этой римно-католической церкви, но это есть факт и это история. Дело в том, когда первоапостольская церковь, которая была зарождена самим Иисусом Христом из 12 учеников, впоследствии они стали апостолами, то есть вестниками, и когда вот эта весть христианства начала распространяться, и когда уже установилось вот это христианское течение церкви, мы знаем по историческим данным, что это первоапостольская церковь, она начала идти на упадок, она начала скатываться духовно, соединяться с язычеством, потому что враг не дремлет, и мы знаем, что в Библии именно вот эта блудница, сидящая на звере, это и есть представленная церковь, римно-католическая церковь, которая вот эти 1260 лет властвовала над всеми людьми, и покоряла их, и их упаивала вот этим вином блуда духовного, которое она придумывала и распространяла. Поэтому, когда мы внимательно изучаем вот эту историю об этой блуднице, то мы видим, что эта блудница является матерью, и у этой блудницы, как написано в Писании, есть дочери, с которыми она блудодействовала с царями земными и вельможами. Дело в том, что церковь соединилась с государством при Константине, и далее вот это было общее правление государства церковное, которое не имело препятствий для уничтожения тех христиан истинных, которые они назвали еретиками в то время, потому что они не хотели принимать этого учения блуда, и они были уничтожены, это миллионы христиан в среднее вековье. Поэтому, когда мы с вами исследуем, кто является матерью и кто является вот этой великой блудницей, это римно-католическая церковь. Но я хочу вас разочаровать, что у нее также есть дочери, понимаете? Дочери те, которые от нее произошли. Когда мы с вами читаем историю о Лютере, когда произошла вот эта реформация Лютера, и когда возникло лютеранское движение, оно вышло из католицизма, или же от Вселенской Церкви. Это была Первоапостольская Церковь, потом она распространилась на большую территорию, она начала называться Вселенская, то есть Общемировая, чтобы было более понятно, и вот от этой Вселенской Церкви, а по латыни Вселенской это католик, поэтому она католическая называется, оттуда выходит лютеранство, то есть лютер, историю лютера мы уже с вами говорили, я не буду повторять, и вышло лютеранство протестантизм, от слова протест, когда мы знаем, что лютер выдвинул протест Рима Католической Церкви в ее вот этих богохульных можно сказать постановлениях, индульгенциях, прощения грехов за деньги, поклонения там уже этим святым, этим статуям, и все остальное, там целая эпопея вот этого всего отступления, и вот когда лютер вышел, мы знаем, что впоследствии из лютеранства произошел раскол, то есть раздробление, так как дерево, вот ветки вот отходят, вот так же начали быть движения, там баптисты, анабаптисты, кальвинисты, ну там множество произошло, то есть каждый начал уходить в сторону, это начало можно сказать не деградация, а это начало восстановление быть истины, потому что Бог ввел, и когда вот эти вот лютер вышел из римокатолической церкви, лютер привнес вот такое понимание, то есть первая ступень, что неправильно они делают, потом из лютеранства начали выходить вот все остальные прочитывать вот священное писание, потому что уже в дальнейшем мы знаем, что уже Библия она была более свободна, и люди могли читать, и вот начали быть вот эти такие как бы сказать расколы между ними, одни понимали так, другие так, но это все и шло к чему? К прогрессу истины, и когда мы дальше приходим к тому познанию, что уже были и милериты, а из милеритов уже и произошло и движение АСД, и дальше эту историю мы все знаем, то есть мы видим, что вот этот процесс обратного возрождения истины именно происходил в этом, мы также читаем, что Вестница Божия писала, если бы вот это реформационное движение не остановилось именно на Лютере, то конечно был бы очень большой прогресс и многие люди бы узнали истину и сегодня большинство было бы в истине, но так как они, вот Лютер дошел до своего этой первой ступени и на этом он как бы закончил свой прогресс изучения истины в писании и вот по этому Богу надо было дальше вот производить вот такие расколы между ними для того, чтобы они как бы пришли к более полному освящению и вот когда мы с вами поднимаем вопрос о том, что это даже происходило и в адвентистском движении, когда адвентисты в свое время начали тоже вот ту же самую историю проходить, что было в первоапостольской церкви то есть духовное падение то есть вот кульминация дошла вот при пионерах при Елене Уайт то есть истина вся потом началась вот с этого кульминации всего как бы пика истины как бы схождение обратно в отступление и вот в это время РД АСД вот у вас действительно было правильное побуждение ваше как говорится духовные отцы они правильно подметили они не хотели идти в ногу с тем отступлением которое было причиной вашего откола от АСД но это говорит о чем это говорит о том что даже если вот этот откол произошел то вы все равно пошли по как бы считая себя что вы на правильном пути и показывая что вы вышли из Вавилона но вы параллельно идете по этой наклонной именно по отношению вот этого учения о Троице вместе с этой сестрицей или же можно сказать матерью от которой вы вышли то есть которые ну вы родились от нее но я говорю что вы сестры да поэтому вы должны подумать что так как Лютер он вышел первую ступень он а потом он успокоился и на этом закончилось и поэтому Богу надо что делать Богу надо делать еще движение то которые должно как бы все это объединить и показать этим всем что они все-таки как бы сказать застыли в карликовом духовном состоянии вот сегодня Бог вам и показывает если бы РД АСД приняло правильное движение своего понятия то что произошло да то то что произошло в этом двадцать пятом году у вас вы правильно поступили потому что вы назвали грех своим именем и если эта организация вас можно сказать не воспринимала то вы должны были отсоединиться чтобы не смешиваться вот с этим учением но вы как говорится в одном отсоединились а в другом вы присоединились так Бог сегодня как сказано в писании производит остаток из остатка мы знаем что движение адвентистов седьмого дня это остаток это правильно и верно это церковь остатка это церковь на которую Бог возложил все то что мы с вами проходим вот этими вечерами и то что вот этих трехангельская весть которая она должна проповедоваться именно вот этой церковью остатка но в связи с тем что повторяется та же самая ошибка как в первоапостольской церкви потому что первоапостольская церковь она должна была нести что благую весть но в конечном итоге вот эта первоапостольская церковь сделалась этой блудницей и она начала нести что ересь или же вот эту мерзость которая в чаше это вино наполненное чаша этим вином и мерзостями которая напоила все народы вы просто внимательно прослушайте и внимательно расставьте все на свои места история повторяется что было с первоапостольской церковью то же самое произошло и с движением адвентизма в начале было все прекрасно и все хорошо бог возложил все на нее всю эту истину только неси иди и держись вот этого столпа истины но произошло то же самое что в первоапостольской церкви то же самое произошло смотрите с этой первоапостольской которая стала вселенская католическая церковь начали быть что расколы начали выходить те которые немного чуть-чуть начали здраво мыслить это как лютер то же самое произошло и в адвентизме пришли до какого-то пика вот такого уже несогласия у вас в 25 году начался раскол АСД РД там уже зашелковцев тоже своего рода тоже произошел раскол уже из АСД РД уже вышли и уже шелковцы то есть как говорится один из одного повыходил святой святее стал но когда мы сегодня смотрим на этих три сестрицы то мы просто ужасаемся на основании писания не моим взглядом не не подумайте что я эксперт который даю вам вот такие характеристики вам дает Бог на основании священного писания но Бог говорит через меня смотрите вот эти три сестры до чего вы докатились АСД РД принимает то же самую ложную троицу учения о триединном Боге это говорится о том что она уже пьяная и упоенная вот этим учением этой матери блудницы которая сидит на звере и которая вот это учение она его в 325 году породила и в 381 утвердила так же само касается и центральное это движение АСД то же самое произошло вот этот духовный упадок который в 31 году был прыснута вот эта идея а в 1980 было утверждено вот это учение которое я вам читал на прошлых темах там где сказано что было принято общехристианское учение о триединстве и о Бога человека природы Христа вот когда мы уже в другую сторону идем то вот эта сестрица движения шелковцев она хотя не приняла вот этой уже ереси она идет правильно в этом Бога поклонение что они верят что один Бог и дальше у них начинается после одного Бога начинается спад на ересь что они заменили как сказано что написано что есть один Бог и один посредник Господь Иисус Христос то у них уже Иисуса Христа отстранили в сторону у них там посредник у них есть первосвященник есть святые семьи там у них есть у них там апостолы много чего там у них есть там не перечислить это просто надо как говорится все это осознать и настолько там все это такое запутанное что это просто тихий ужас поэтому я хочу обратиться именно к движению те которые в этом движении верных и свободных потому что одна сестричка наша тоже туда к ним попала и она настолько закодирована вот этим их понятием что сейчас невозможно как говорится ей объяснить но я думаю что оттуда тоже бог выводит и бог показывает что есть ересь ересью является то что каждая вот эта сестрица она что она является упоенная вот этим вином блуда асд рд тоже исповедует бога троицу асд тоже исповедует бога троицу а уже у верных и свободных у них есть собственный первосвященник который без крови они себе так придумали то есть у нас первосвященник который он отдал свою кровь то есть жизнь свою отдал и он ходатайствует за нас это Иисус Христос а у них человек перед которым надо исповедовать свои грехи это же является богохульством друзья мои вы игнорируете Иисуса Христа и вы рассказываете эти все грехи вашему этому первосвященнику который якобы в молитвах несет ваши вот эти грехи за вас молится и передает там дальше по инстанции понимаете Христа вы отодвинули а сделали человека который выслушивает все вот эти ваши грехи понимаете и вы рассказываете этому человеку грехи а потом когда происходят эти истории и когда люди уже выходят оттуда и они рассказывают что там происходит и какие там вот эти изоляции и как там семьи разрушают и как там увозят этих жен с детьми от этих мужей там нельзя ничего сказать против этих святых семей против этих их апостолов вы понимаете почему я говорю если бы вы не касались именно к движению адвентистов седьмого дня я бы вас просто и не трогал есть такая секта пусть она себе там живет пусть она что хочет себе там делает кто услышит истину тот выйдет но так как вы там в вашей абреватуре там написано там ВЦСПС и тому подобное еще АСД и тому подобное то вы косвенно касаетесь именно к движению которому вы вышли из адвентизма поэтому я вас затрагиваю потому что вы являетесь частью того общества от которого вы вышли поэтому те люди которые находятся у вас там вы настолько их уже одурманили вот этими своими человеческими поучениями что эти люди просто я вчера смотрел видео служение я смотрю на этих людей у этих людей глаза ну понимаете они все такие грустные они все такие унылые они понимаете сидят там как перед жертвоприношением что их вот уже как говорится из них жертву сделают нет никакой радости и все вот так сидят и слушают вот эту мораль мораль которую слушают и ни одного слова об Иисусе Христе ни одного слова утешающего нашего Господа и приготовления и всему тому всему что говорит Писание только в этой проповеди было высказывание за дедушку Илью за папу Володю и вот там сзади за ним вот эти ихние иконы можно сказать которые там их повыставляли этих святых семей которые поумирали и то что они за них молятся что они были там в заключении и они за них молились ходатайствовали вот это стадо сидит вот так они не имеют ходатая Иисуса Христа они не имеют свободы во Христе Иисусе радости в том что у нас есть спаситель что мы спасенные что мы приходим на служение не для того чтобы выслушивать эти морали и вот это возвеличивание этих дедушек и этих пап и тому подобное насколько они святые непорочные как они за них как бы переживают и тому подобное и что они должны делать быть в послушании в покорности а если нет то что на изоляцию на уничтожение на истребление имеется ввиду в духовном моральном понятии сколько семей разрушили сколько людей в бегах которые от них не могут отцепиться сколько преследования вот это такая создалась секта тоталитарная которая просто человека прессует даже если человек не хочет к ним ходить они его продолжают прессовать и продолжают как говорится запугивать и тому подобное скажите откуда вы вышли и что с вами случилось поэтому друзья мои прежде чем показывать с двух сторон кто является вавилоном посмотрите на себя потому что вот этот вавилон он находится во всех вас трех это говорит бог со стороны понимаете что вавилон одно движение что второе что третье потому что в вашем учении именно есть учение вавилона учение вавилона понимаете как нам определить того человека который является причастным к вавилону из-за учения если у вас есть учение матушки рима католической церкви вы являетесь дочерью этого вавилона о котором говорит второй ангел что пал пал вавилон и это время наступит когда вы падете вы уже упали но когда вот это падение это будет разрушение пришествия Иисуса Христа хотя вы надеетесь на то что вы будете спасенными и показываете те грешники а я праведен те грешники а я праведен и один на другого показываете вы составляете вот этих три дочери одной матери сидящей на звере упоенные вот этим вином блуда учение которое присутствует у вас если у этих двух сестер есть ложное учение о Боге от троицы то у вас верных и свободных я бы не сказал что там есть свобода у вас учение которое вы отвергаете первосвященничество Иисуса Христа и вы взяли на себя вот эту роль точно как папа римский папа римский прощает грехи отпускает а у вас этот первосвященник я приду расскажу все грехи первосвященнику который запишет на диктофон или же так запишет или же вы даете листочек бумажки и говорите сестра или брат исповедуйся напиши все свои грехи и этот листочек себе подставили в случае если этот брат или сестра когда-то выступит против этих пяти святых семей которые шикуют жируют на двадцати нах не десяти нах а двадцати нах которые вы как говорится выдаиваете до последней капли с этих овец молоко и шерсть и если вдруг кто-то прозреет из вашей этих стада этих овечек то тогда вы этот списочек скажете ну что сестра а я сейчас объявлю кто ты такая была в прошлом а ты блудница а ты спала с соседом а ты изменяла мужу а ты воровала а ты еще этот человек он приходит он на чистой совести он думает да действительно если я покаюсь если я напишу эти грехи бог не прости то есть человек приходит к богу для того чтобы быть прощенным но вы шантажируете именно вот этими вашими теми что они написали вот эти свои признания для того чтобы потом укращать этих овечек вдруг эта овечка прозреет и увидит что там как говорится нет истины и захочет выйти и захочет рассказать так вы начинаете шантажировать именно вот этими грехами друзья мои те которые попали в это можно сказать это секта это не церковь это секта бегите оттуда бегите в объятия христа потому что это не есть христовое учение это не христовый метод христос никогда если человек раскаялся о своих грехах как сказано в писании не помяну в пучину морскую брошу и не вспомяну понимаете а ваши эти первосвященники шантажируют вас вот теми грехами которые вы им рассказали в честности вы раскрыли душу если ты будешь послушный если ты будешь переносить двадцатины пожертвования и если ты например тебе скажет там этот апостол или там первосвященник ты должен прийти ко мне вот сделать ту работу ту работу то есть эксплуатация если вы послушные такие рабы религиозные сделали то то значит хорошая овечка ты будешь сидеть на этой лавочке с такими грустными глазами такими унылым видом в понятии что ты спасенная овца а он напыщенный смотрю там средняя это икона такая амбразура которая как говорится не вмещается в экран это святая семья вы понимаете вы меня извините что я рассказываю это но я должен рассказать потому что там есть я смотрел в это общество я смотрю в глаза этих людей я вижу в них искренность я вижу что они добрые люди я вижу что это люди которые желают спасения вы понимаете вот сравнение с другими я вижу действительно вот я вчера просматривал там ну вот такие открытые вот такие глаза знаете добрые такие ну даже ну вот вижу в них что именно вот у них заложено вот такое желание служить Богу желание христианства но они в заблуждении вас эти папики дедушки святые ваши эти апостолы они же вас ведут в заблуждение вы понимаете когда придет Иисус Христос он просто скажет я вас не знаю вы не исповедовались передо мной вы выбрали себе человека так как католическая церковь они бегут туда на исповедь они там рассказывают в этой кабинке свои грехи там этим ксензам и всем остальным и папа римский отпускает все грехи скажите чем вы отличаетесь от этой блудницы которая сидит на звере то ничем просто в другом смысле но у вас то же самое как говорится то же самое вино блуда и вы упоенные этим вином и вы вот представляете что вы там верные и свободные и у вас есть истина поэтому друзья мои я обращаюсь к вам именно сейчас для того чтобы все вы прозрели прозрели в этом отступлении и чтобы вы увидели что вы являетесь дочерьми вот этой блудницы и что вы составляете одно целое этого вавилона и когда мы с вами исследуем писание мы видим я уже говорил что бог всегда выводит из этого общества какой-то остаток бог из израильского народа вывел остаток во христе иисусе они начали быть миссианами или же христианами в нашем понятии понимаете остаточек когда вот этот уже христианские движения первоапостольская начала увеличиваться мы видим что когда она начала отходить от истины бог и оттуда начал выводить вот этот остаток и этот остаток был какой из даже пророчества жена убежала куда в пустыню кто убежал это же те все которые прятались в горах это те истинные христиане которые вышли из этого движения можно сказать первоапостольской или вселенской церкви которые отстаивали истину вы понимаете когда мы дальше уже идем сюда я не буду повторять уже за лютера и за тех всех вы понимаете остатки 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 вот это последнее время и как написано в писании что спасется остаток из остатка если там не было остатка то наша церковь аэсд которая бог вызвал к существованию в 1844 году она по пророчески не просто они хотели себя назвать вот мы называем себя остаток потому что мы хотим быть вот такими верными в писании нет вы изучаете пророчества эти пророчества ведут к тому что должен быть остаток из этого всего хаоса и он произошел в 1844 году но вот этот остаток ему тоже бог сказал что спасется остаток из остатка поэтому мы должны подумать кто же это такие остаток из остатка и когда мы с вами зачитываем одну из цитат я хочу вам прочитать в мире есть только одна церковь которая стоит настоящее время в проломе и восстанавливает разрушенную ограду пусть все соблюдают осторожность чтобы не наносить удары тем кто соответствует описанию остатка кто соблюдает заповеди божьи и имеет веру иисуса кто возвышает эталон праведности в эти последние дни у бога есть свой особый народ церковь на земле не умеющая равных себе но превосходящая во всех своим умением преподавать истину и оправдывать закон божий свидетельство для проповедников страница 50 58 59 вот это вестница писала понимаете но когда мы с вами читаем внимательно вот и вдумываяся в эти слова кто же является именно вот таким остатком в свое время при элене уайт это действительно вот это движение было пионерии они соответствовали вот тем словам которые писала элена уайт но в связи позже эта церковь она утратила свое первозданную вот ту святость и чистоту поэтому бог обращается через вестницу в этом понятии чтобы мы сегодня с вами именно в критерии определения кто может быть вот этой церковью не то что понимаете поставили печать первоапостольской церкви истинная церковь которая была иисусом христом она была воссоздана все больше церквей истинных нету то тогда давайте мы будем возвращаться в эту вселенскую церковь которая сегодня является католической потому что она произошла от первоапостольской церкви это ее как бы наследники первоапостольская церковь во главе и сегодня вы же знаете что между католицизмом и православием идет спор, кто же относится к первоапостольской церкви. Православные говорят, что первоапостольская церковь это наши корни, а католическая говорит, нет, это наши корни. Но фактически вот это у них происходит спор. Корни того и того, но они просто раздвоились. Но когда мы говорим дальше, что мы произошли от Лютера в протестантизме, то корни наши тоже являются первоапостольская церковь и то, что произошло от нее. Тогда надо всем нам вернуться обратно, то что сегодня предлагает Папа Римский, что вы все заблудшие овцы, вернитесь в лоно церкви Христовой. Так возвращайтесь, почему вы не возвращаетесь протестанты в первоапостольское движение, которое являлось истиной. Но когда сегодня мы говорим о том, и когда указывает Бог на то, что вот это движение, которое возникло позже, то вы говорите, нет, мы истина, только у нас истина, и только здесь должно быть спасение, и тут спасение, и вот в таком роде. Вы понимаете, по отношению того вы говорите, что нет, мы возвращаться не будем, а по отношению этого вы уже как бы опровергаете. Но в этой цитате Елена Уайт пишет, что те, которые соответствуют описанию остатка, которые соблюдают заповеди Божьи. Скажите, конечно, вы будете этих три сестрицы утверждать, что вы соблюдаете заповеди Божьи. Ну давайте мы с вами пройдем по заповедям. Я думаю, что вы по заповедям просто проскакали и сказали, да, мы соблюдаем. Первая заповедь о чем говорит? Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, да? Да не будет тебя других богов пред лицем моим. Теперь задается вопрос. Вы соблюдаете АСД и АСД РД первую заповедь? Конечно, нет. Я Господь Бог вас. Я, не мы, господа ваши боги, которые вас вывели. А Я Господь. О ком это говорит? О первоначальном Боге Отце, который послал своего сына и который вывел Израиль. Потому что, как мы говорили в прошлых темах, сам Бог не может участвовать, как говорится, тет на тет с грешным человечеством, потому что человечество исчезнет, умрет и, как говорится, растает перед святостью Всевышнего. Вот этим каналом, или вот этим мостиком, как я уже говорил в прошлой теме, является Христос. Иисус Христос вел израильский народ из Египта по пустыне в столпе огненном и облачном, указывая, что вот в этом направлении идите, Бог ведет вас. Но кто вывел Бог? Кто вывел Израиль? Бог. Первая причина это Бог, это желание Отца. Это Он вывел, но в лице Иисуса Христа. Вы понимаете? Вот, например, я хочу что-то сделать для вас, да? Вот, например, я говорю, я тебе дам, например, мешок муки. И говорю моему сыну, там, Саша, возьми мешок муки и отнеси вот тому и тому человеку. Задается вопрос, кто вам дал мешок муки? Тот, который принес, или тот, который дал? Вот точно так же надо понимать и в Священном Писании. Поэтому, если первая заповедь говорит, я Господь Бог ваш, а когда мы читаем Библию, мы знаем, что Богом является кто? И Егова. Об этом я вам в прошлых темах также читал про Елене Уайт, что Елена Уайт говорит, что есть один и единственный Всевышний, неповторимый, это Бог, Отец и Егова. Поэтому первая заповедь говорит о том, о чем? О том, что есть один Бог. А у вас сколько Богов? А у вас три Бога. Поэтому вы первую заповедь нарушили, и вы ее не исполняете. Вы поклоняетесь троице во имя Отца, Сына и Святого Духа. У вас троица кругом фигурирует. Но Бог что сказал? Что сказал Иисус? Бог говорит, обратитесь ко мне и услышу вас. А дальше что сказано? Через кого? Через Сына Его. Через этот мостик. И что вы не попросите у Отца Небесного во имя Мое, то сделаю. Вы понимаете, в чем вот эта суть понятия? Поэтому первопричина всего является только Бог, Отец. Сын Божий, Он является сопричастным этому. И мы видим, что есть две личности, которые достойны поклонения и почитания. Но первопричина Бог, и здесь фигурирует, когда мы говорим о том, что кто дал нам заповеди Божьи? В заповеди Божьи сказано, что Бог собственноручно перстом своим, то есть рукой, Он написал на этих скрижалях этих десять заповедей. А кто дал Моисею эти заповеди? Иисус Христос передал. Понимаете? Снова здесь смысл в чем? Бог написал, а Сын передал. Но это кто дал заповеди? Бог дал. И мы как говорим, не заповеди Иисуса Христа, а заповеди или закон Божий. А если дал Иисус Христос, почему не сказать, что закон Иисуса? Такого мы не имеем права сказать. Потому что первопричина заповедей дал Бог. Поэтому, когда мы с вами вот это все исследуем правильно и понимаем, то мы видим, что на основании этой цитаты, которую Вестница написала, что вот именно вот эти определения по отношению этого остатка, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет веру Иисуса. Скажите, веру Иисуса вы имеете, не просто веру, вот я верю в Тебя Божий, так как твой Сын Тебе верил. Нет, вера Иисуса это полностью отдаться в руки Божьи и то, что Он делал. Скажите, кому молился Иисус? Троице? Двоице? Молился Отцу и Духу? Или молился Троице сам себе? Если вы говорите о том, что Бог это Троица, это сущность, три в одном это один Бог. Значит Иисус молился этому одному Богу из трех ипостасей, которая одна ипостась оттуда вышла в лице Иисуса. Значит там осталось двое. То есть Бог разделился, как во время Лютера, как во время 25-го года, то есть кусок Бога отошло, а две части осталось. Поэтому вы никогда, наверное, над этим не задумывались. Вы просто себе верите, потому что так себе верите, так вам сказали. Поэтому, когда мы с вами начинаем углубляться и думать, что это такое, мы видим, что мы не имеем веры Иисуса, потому что Иисус молился кому? Отцу Небесному. А когда спросили ученики Иисуса, научи нас молиться, почему Иисус, не предвидя то, что, как вы сегодня понимаете, не сказал, что вы, ученики, будете молиться Отцу, Сыну и Святому Духу, мы вас там будем слушать. Молитва Отче Нас. Что Иисус сказал ученикам? Отче Наш, Сущий, на небесах досвятится имя Твое. Какое имя у Бога? Библия говорит и Егова. То есть дело не в имени, не в произношении, а дело в том, что имя определяет одну личность, но не три. Нету три Еговы, понимаете? Нету три Еговы. Есть один Егова и один есть Иешуа Машах по евриту, и же Иисус Христос. Понимаете? Поэтому вера Иисуса заключалась в том, что Он обращался к Богу Отцу, и Бог Отец Ему давал все то. Когда мы дальше изучаем, как мы должны молиться, то мы обращаемся в молитве к кому? К Богу Отцу во имя Иисуса Христа, через этот мостик. Понимаете? А когда происходит уже все наоборот, вы посмотрите на движение харизматов, которые на сцене беснуются. Когда они правильно себя ведут, они, как говорится, правильно идет служение ихнее. Но когда они начинают говорить и кричать, что Бог, Дух Святой, сойди на нас, мы обращаемся к тебе, к этой личности, Богу, Духу Святому, Он на них сходит. Но это не Дух Божий, а Дух Дьявола. Что с ними делается на сцене? Они начинают падать, кричать, ползать, бесноваться. Вы это заметили? Вы посмотрите, пожалуйста, посмотрите Ледяева, других вот этих харизматические движения. Когда они начинают вопрошать и молиться к Богу, Духу Святому. Минуя Отца, минуя Сына, обращаясь только к третьей личности. Что происходит у них на сценах? Это ужас происходит. Вы задумались над этим когда-либо? Почему так? Почему, когда они обращаются к третьей личности, у них начинает быть бесноватость и то, что происходит у них там на сценах, вот это ужаснейшее. Поэтому, когда Вестница именно написала вот эту цитату, мы видим, что Вестница Божья, она четко дала определение тем людям, которые соответствуют остатку из остатка. Понимаете? В свое время этот остаток был, пока месть жила Ильян Уайт, пока жили пионеры. Но когда их не стало, все извратилось. Но теперь Бог через ее вот эти вести нам показывает, как нам определить вот этот остаток из остатка, который будет нести вот ту истину, которая вначале была дана Богом этой пионерии. Это те люди, которые соблюдают заповеди, в том числе и первую заповедь об истинном Богопоклонении. Это те люди, которые принимают вчерашнюю тему, первую ангельскую весть о правильном Богопоклонении. Вот это остаток из остатка. И те, которые будут иметь веру Иисуса Христа, которые полностью полагаются в руки Божии, и те, которые в таком же правильном понятии обращаются к своему небесному Отцу, точно как Иисус Христос. Иисус Христос молился Отцу Небесному и никому больше то, что нам сегодня хотят пришить, что там Дух Святой был там, а потом, когда Иисус поднялся, Он пришел сюда. Но когда Он был там, эти две личности этой ипостаси, почему Иисус не молился Отцу и Духу Святому, который должен был Его поддерживать? А кто Его поддерживал, когда вы читаете в Библии? Третий поддерживал в Гефсиманском саду? Или же Елен Уайт пишет, что ангелы поддерживали, да? Где тот третий сидел? Сидел на небе? Вы об этом даже не думаете, понимаете? Насколько примитивны вот ваши библейские взгляды, насколько вам эту ересь преподали, вы ее вкусили, и вы еще что-то хотите отстаивать и показывать пальцами, там Вавилон, там Вавилон, то вы все в Вавилоне, друзья мои. Сказано о том, что Бога будет церковь, которую Он в последнее время, незримая церковь, не организация, это люди, составляющие духовное наследие, которые будут правильно поступать, правильно верить, правильно поклоняться, правильно понимать, вот это будет невеста Христова, за которой придет Иисус Христос. Также вестница говорила, что в последнее время церковь будет состоять из небольших, маленьких домашних групп, таких общин небольших. Почему она писала? Потому что мы уже видим это, потому что церкви отошли, они стали блудницами, дочерьми блудницы, понимаете? Вот этой сидящей на звере, они составляют вот это одно общее учение о отступлении от Бога, то есть смешание, смешание истины с ложью. А теперь давайте мы с вами четко и правильно дадим определение. Есть ли в этих трех ответвлениях ложь? Ну конечно есть. В РД АСД ложь по отношению троицы, АСД, там уже не говоря уже троицы, там уже идет и коммунизм, который соединяется с этим Вавилоном, как мы это все наблюдаем. Там уже начались праздники, там уже они празднуют и Рождество, там они уже и Пасху, это как говорится, поздравляют с пасхальным вот этим праздником католицизма, всеобщего этого отступления. Также там другие праздники, которые от католицизма и от православия тоже уже внедряются, понимаете? Там вообще тихий ужас уже. А если брать уже по верных и свободных, у них тоже там отступление по поводу первосвященничества и остальных всех, можно сказать, моральных, братских отношений и тому подобное. Так что, друзья мои, вы все одинаковы и пожалуйста, как говорится, пальцами не показывайте один на другого. Вы все идете в одну сторону в погибель, понимаете? Но сегодня Бог обращается к вам всем. Сегодня Бог по камесь обращается, как в свое время, к израильскому народу. Понимаете? Время благодати для Израиля еще было дано после распятия Иисуса Христа. До какого времени? До побития Стефана камнями. После этого Христос сказал, сей дом остается пуст. Все, Бог отверг Израиля. Он народ отверженный, хотя они сегодня хотят, вот эти мессианские движения, говорят, что мы народ Божий, мы в том, мы впереди, мы народ, который избранный. Ошибаются эти тоже. Тоже ошибаются. Бог их отверг. Вот эта история повторяется и с духовным Израилем. По камесь еще сегодня есть время остановиться, разобраться и принять истину, не принять организацию, не принять церковь, церковь какую-то. Потому что люди сегодня привыкли, так, выскочил из адвентизма, куда, куда мне, куда, все, в этих, в шелковцы, прыгнул в шелковцы. Тот выскочил с адвентизма, куда, в РД прыгнул, тот выскочил куда, еще в какое-то мессианство. То есть люди привыкли сидеть в этих клетках религиозных, понимаете? Вы должны выйти, выйти и прийти и идти за Христом, понимаете? Когда вы будете идти за Христом, вот это движение, вот представьте, вот это Христос, да? И все будут идти в отношении Христа. Вот это будет и создаваться вот эта церковь Христова, которая, как сказано о ней, она просто невидима, духовная церковь. Вот те люди, которые будут идти ко Христу и к истине, они будут одного духа, понимаете? Мы чувствуем сейчас, что те, кто одного духа Христова, те, которые не являются духом Христовым, сразу чувствуется, что там нет духа Христова, там нет истины. Поэтому делается вот такое раздробление. Сейчас как бы идет переформирование. Бог сейчас вызывает из этого всеобщего отступления весь народ. Сейчас идет общий клич трехангельской вести. И вторая весть, она действительно показывает и рассказывает нам, что именно, что вот это объединение, отступление, слово смешание истины с ложью, который называется Вавилоном, потому что этим вином напоила эта блудница все народы. И нам надо выходить из этого упоенного блудодеяния, духовного вот этого отступления. Когда вы будете выходить, вы не ищите там. Те побежали к Лене, те побежали к Пете, те к Васе и к тому подобное. Вы не ищите. Вы ищите в первую очередь Христа. Вы ищите истину. Вы изучаете Писание. Вы остановитесь просто на какое-то время. Остановитесь. И Бог вам последствий будет показывать. Вы будете чувствовать своим внутренним духом, кто вам брат, кто вам ближе и где вы в истине должны быть. Понимаете? Это не говорит о том, что создается еще какая-то еще одна церковь. Потому что многие меня упрекают и говорят, ты что не читаешь, что не будет в восьмой церкви? Конечно не будет. Это та же седьмая, но из нее выйдет остаток из остатка. Я не отвергаю движение АСД. То, которое было в начале, оно истинное было тех 50 лет, о которых пишет Елен Вайт. Но то, что с ней произошло и то, что она раскололась на три части, на три движения, это тоже говорит о чем-то. Поэтому я хочу сказать и тем, кто находится в движении АСД. Вы не думали о том, что этих два откольника, можно сказать, верных и свободных и АСД, АРД, почему они вышли от вас? Например, вот живет семья, да? Семья живет. Дети, внуки, невестки, родители. И тут что-то у них произошло, и вот эти невестки, эти сыны и вот эти семьи, которые уже образовались тут в этой семье, они вышли одна в одну сторону, в другую. Какая причина? Если бы им было хорошо здесь в этой семье, удобно, уютно, они бы не выходили. Но если у них что-то произошло, они вышли и начинают показывать пальцами. Там плохо, там у них это, там у них то. Понимаете? Вот точно же самое произошло и в адвентизме. Поэтому, уважаемые мои, движение адвентизма современное, вы подумайте, почему от вас выходят и вышли люди в свое время? В 25-м году, а те уже вышли из тех, уже вышли. Задается вопрос, почему? Почему сегодня люди выходят? Почему до сих пор вы людей выгоняли? Теперь у вас же другая тенденция уже не выгонять. Пусть они будут, потому что уже у вас, как говорится, стадо все реже, реже, реже. Скоро не будет ни молока, ни шерсти. И вы, конечно, задумались над этим. Пусть даже будет плохая такая овца, но что-нибудь, хоть клочок шерсти с нее можно как бы состричь. Но дело не в том, придет время, Бог выведет всех и люди будут выходить, потому что вот это пророчество, которое сказано о вот этом смешании истинно с ложью, это есть олицетворение того Вавилона, которое было в то время, когда строили эту башню и когда бросили вызов Богу. Вот это движение, можно сказать, всех три сестрицы, вы бросили вызов Богу, вы приняли католическое учение о триединстве. Вы приняли учение о Богочеловечестве, которое не соответствует. И многое другое. И то, что я уже говорил, и уже эти праздники внедряются языческие, только в форме и в стиле христианства. Поэтому, когда мы с вами все это исследуем, мы должны с вами понять, понять, что вторая ангельская весть нас предупреждает, чтобы мы остановились, рассмотрели и проконтролировали себя. Являемся ли мы истинными детьми Божьими, или мы являемся теми дочерьми этой блудницы, которые пьяные, упоенные этой ложной теорией, этим ложным учением. И когда к вам сегодня стучится Бог в ваше сердце, вы отталкиваете и не воспринимаете той вести, которая сегодня звучит каждому из вас. Я говорил о том, что в свое время по поводу израильского народа у них было время благодати. У вас тоже есть пока время благодати, пока звучат вот эти слова. Но запомните, не всегда вы будете слушать вот такие проповеди и вот такое воззвание, чтобы вы вышли из Вавилона. Потому что на все есть свое время. Сперва апостолы кому несли весть об Иисусе Христе? Народу израильскому. Сегодня Бог к кому обращается о правильном поклонении, о выходе из этого Вавилона? К народу Божьему, который Он избрал, хотя вы раскололись, но вы являетесь тем народом, который именно вот с этого движения. Сегодня Бог обращается к вам. Понимаете? К вам обращается. Но наступит время, когда будет сказано, все, нет там Бога, отвержены вы, хватит для вас этой благодати. И все вот эти, можно сказать, люди, которые сегодня несут весть, они переключатся именно на провозглашение вот этой трехангельской вести этому языческому народу. Понимаете? Сегодня мы говорим об адвентизме, мы говорим об РД, мы говорим о шелковцах, но скоро мы о вас говорить не будем. Потому что не надо тратить время, которое бесполезно и которое к вам не доходит. Понимаете? Вы настолько пьяные, что вы просто не соображаете и вы не воспринимаете, что вам говорит Бог именно посредством этих слов. Скоро все переключатся на спасение этих язычников, которые вокруг нас. Мы будем говорить о католицизме, о православии, о харизматии, о всех остальных и выявлять те отступления, которые не являются библейскими. Чтобы люди, которые ходят туда и которые думают, что они будут в числе спасенных, чтобы они увидели себя в лице вот этой истины, что они нагие, слепые и нищие. Понимаете? Для вас пока месяц это время, не упирайтесь, остановитесь, рассмотрите пути, изберите, понимаете, исследуйте. Неужели вам так не доходит? Неужели вам так непонятно? Вот это истина, которую Бог сегодня рассказывает, даже в этой первой и второй вести сегодня. Сегодня после обеда, ну в 20-30, можно сказать, вечером, будет третья весть. Я думаю, что если вы прослушаете эти вести и правильно дадите себе оценку, вы, конечно, остановитесь и сделаете выбор. Я не говорю, чтобы вы сразу бежали из этих церквей и только услышали и все, мы уже не будем ходить. Вы ходите, вы говорите, вы поднимаете эти вопросы в ваших церквях. Почему мы не поступаем так, как говорит Слово Божие? Потому что там есть тоже люди, которые ждут спасения и которые уверены в своем спасении, но им никто не говорит. Не все имеют преимущество слушать это, понимаете? Бог желает, чтобы каждый из вас и через них Бог был прославлен и чтобы истина была в этих церквях. Я не призываю тому, что все вы поубегаете, не знаю куда, вы будьте там. Если вас пока не гонят, не выгоняют из синагог, как сказано в Евангелии, как Христос говорит, что будут вас гнать из синагог. Вы будьте там, несите эту истину, провозглашайте. Но когда будут гнать, тогда уже будете вынуждены оставить так, как мы в свое время оставили. Потому что к нам было применено именно вот это, можно сказать, недоброжелательность по отношению и изгнали. Чтобы мы им не мешали, чтобы они себе поклонялись троице, ложному Богу. А мы предлагали поклоняться истинному, живому Богу, как написано в Писании, как написано в духе пророчества, так верили пионеры. Поэтому пусть добрый Бог благословит вас, чтобы вот это высказывание, оно вам не было, ну, типа как моралью. Это просто рвение, это ревность. Пока, как говорится, пока Бог любит вас, пока Бог желает вашего спасения, Бог хочет достучаться. Так как мы, например, своим детям, мы их любим, но иногда мы их бьем ремнем или там рукой, или же какой-то, как говорится, розгой. Почему мы их бьем? Потому что мы их любим. Поэтому сегодня Бог бьет словесно. Но когда уже придет, что Бог будет уже бить за наши поступки, то это уже другой вопрос. Поэтому не теряйте времени, перечитайте вот эти две вести двух ангелов. Переслушайте, перечитайте, помолитесь, определитесь, сделайте для себя выбор, правильно или неправильно. Сегодня Бог обращался к вам, и сегодня Он говорил эти слова моими устами. Поэтому, друзья мои, пусть добрый Бог благословит всех вас, чтобы вы в этот субботний день именно остались в размышлении над своим спасением, чтобы вы сегодня избрали, кому вы служите, кому вы поклоняетесь, кто для вас является Богом, кто для вас является Спасителем, кто для вас является первосвященником, который ходатайствует за ваши грехи, чтобы каждый из вас продумал, и чтобы он увидел себя на фоне этого Писания, высказанного того, что было сказано, в каком положении он находится, и чтобы вы попросили Бога, мудрости, что нам делать тем, которые оказались в таком обманутом положении. Я думаю, что Бог ответит вам на ваши молитвы, что Бог даст вам выход из этой ситуации, и что вы приобщитесь вот к этому незримому телу Христову, духовному, который в стержне Иисус Христос и его учение, истинное учение, не учение этих пасторов, этих руководителей, а именно учение Христова. Поэтому все то, что было сказано, проверьте, так ли это было сказано, и, пожалуйста, внизу в комментариях напишите, что было сказано не по Библии, не по духу пророчества, не по историческим данным. Я буду благодарен вам за то, что вы какое-то, как говорится, ну, привнесете свое вот такое правильное истинное понятие. Я учту все. Но пока я вижу, что все то, что было прочитано, было сказано на основании Писания, на основании исторических данных, на основании состояния современных этих церквей, этих движений. Поэтому пусть добрый Бог, как говорится, благословит, пусть добрый Бог укрепит, даст силы каждому сдвинуться с этого места, которое уже насиженное, которое, как говорится, привыкшее, и люди привыкли, как говорится, уселся, удобно, тепленько и хорошо. Надо двигаться духовно дальше и дальше. Поэтому до встречи с вами вечером в эфире. Но мы еще с вами не прощаемся. Я хочу еще передать приветы от наших братьев и сестер. Приветы. Валентина передает привет, и этот привет, он от румынской группы. Румынская группа передает всем нам сердечный привет. Также передает привет Владимир из Ростова. Он написал, что я всех приветствую, братьев и сестер. Спасибо, брат. Также Елена Цвик передает всем нам привет. Валерий, брат из Риги, нас приветствует. Также Николай Лопатин передает привет. Сергей Асанов привет передает. И сестра Вера из Маланти, и сестра Вера из Черновцы областных. А сестра Вера из Маланти, она не только передает привет, но она попросила, чтобы я всем вам зачитал тексты Исайя 60 глава, первый и второй текст. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, и над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Я думаю, что сестра Вера этими текстами хотела ободрить всех нас в том, что Господь говорит, «Чтобы каждый восстал, потому что слава Господня взошла». Сегодня Слово Божие проповедуется, истина проповедуется, но второй текст говорит, что тьма покроет землю. Да, действительно, это в духовном понятии. Сегодня духовная тьма покрыла всю землю, и люди не хотят, люди не желают, они лучше будут находиться в тьме, в том положении, но для нас более, как говорится, в первом тексте ободрение, что восстань, светись, потому что слава Господня взошла над тобою. Слава Божья взошла над всеми, потому что истина всегда будет прославлена, и Бог будет прославлен именно в истине, но не в заблуждении. Поэтому до встречи, в 20.30 мы с вами встречаемся, и будем рассуждать над Третьей Ангельской Вестью, что Бог хотел нам показать в этой Вести Третьего Ангела. Поэтому до свидания, до встречи вечером. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...